Отчетно-выборная конференция прошла в минувшую пятницу 4-го числа. Место проведения весьма символичное. Бывший городской дом офицеров. В аудитории ветераны войны в Афганистане, рядовые сержанты, прапорщики, офицеры. На повестке ряд важных организационных вопросов. В первую очередь выборы нового председателя организации. Первым словом взял нынешний глава о сделанном и планах на будущее. В нашей работе за счетный период нам отдалось оказать практическую помощь многим членам нашей организации. Думаю, сегодня нет такого члена организации, который бы сомневался в необходимости ее существования и работы. Многие здесь присутствующие на себе ощутили практическую помощь от нашей организации. Огромное внимание уделяется работе с подрастающим поколением. Школьники, студенты всегда с большим желанием слушают реальные истории той интернациональной войны. Также организация постоянно находится в тесном диалоге с местной властью, начиная от глав администрации, заканчивая мэром города. Александр Судни во время своего выступления отметил, совместная работа всегда приносит свои плоды. Мы достаточно много и в этом году сделали, и предложения, которые были, мы всегда рассматриваем и принимаем. Я считаю, что тоже в этом году мы сделали хороший ремонт, раз, нашего памятника, а второе, мы все-таки где-то и увековечили определенными фотографиями и лицами, которые сегодня здесь на нашем памятнике. Это тоже главный аспект. Вернемся к выбору нового председателя организации. На голосование была выдвинута единственная кандидатура – Сергей Языков. Прошу голосовать. Кто за? Единогласно. Выбор объясняется очень просто. Сергей Языков принимал участие в боевых действиях в Афганистане и Грузии, после служил во внутренней разведке, возглавлял первичную организацию Ленинского района и был заместителем Валерия Лебединга, который спустя 15 лет покидает свой пост. Ну вот официальная часть позади. Теперь очередь неофициальная и весьма приятная. Выручая награду, Александр Студнев подчеркивает, Валерий Лебединга – это человек, который по-хорошему болел этой организацией, отдавая всего себя проблемам своих боевых братьев. Спасибо вам за это единство. Спасибо за то, что вы на самом деле сохранили коллектив. И уверен, что именно вот эта награда – это блударственное письмо за работу, за вашу инициативу, за вашу инициативу. К слову, Валерий Лебединга не покидает организацию, он продолжит в ней работать. Максим Кембель, Андрей Богдан, Бобруйск, 360.